Девушки отдыхают Мама тебе не говорила, что с едой не играют? Ну что тебе нужно? Хочу возвестить. Король Муфаса идет сюда. Готовь веское оправдание, почему тебя не было на утренней церемонии. Ну вот, Зазу, из-за тебя я лишился завтрака. Ха! Ты лишишься большего, когда король до тебя доберется. Он свиреп, как бешеный буйвол. У-у-у, я дрожу от страха. Нет, Шрам, не смотри на меня так. Нет! Шрам! Брось его. Как вы вовремя, Ваше Величество. Ох, неужели мой старший брат решил снизойти до нас, простых смертных? Мы не видели тебя на церемонии представления Симбы. А она была сегодня? Ох, как мне неловко. Эта мысль от меня ускользнула. Да, известно, что мысли у тебя скользкие. Но как брату короля, тебе положено быть первым в ряду. Да. Первым в ряду. Пока не родился мохнатый ошметок. Мохнатый ошметок – это мой сын. И твой будущий король. О, я поупражняюсь в реверансах. Не поворачивайся ко мне спиной. О, нет, Муфаса. Лучше ты не поворачивайся спиной ко мне. Это что, вызов? Нервы, нервы. Я и не подумал бы бросить тебе вызов. Жаль. А почему? Что касается ума, его мне досталась львиная доля. А вот по части грубой – силы. Увы, тут вышла генетическая осечка. В семье не без рода, сир. В моей даже двое. И они ухитряются портить торжественные события. Что же мне делать с ним? Из него выйдет чудный коврик. Зазул. Представьте. Ведь любую грязь из него можно будет выколачивать.